Единственное, что здесь может быть, избушка на курьих ножах. Это что значит? Ну, сваи будут. Дом-то сваи. А все остальное туда рухнет. Весь двор на улице 60 лет образования СССР обсуждает одну тему – обрушение подпорной стены. Только теперь на место страха и паники пришли непонимание и возмущение. А еще отчаяние. Жильцы дома хотят чувствовать себя в безопасности, а не жить, как на пороховой бочке. Или в их случае на краю обрыва. Но пока в это мало верится. Нельзя так относиться к живым людям, которые живут, которые купили все в ипотеках. Что сейчас людям делать? Ждать, когда дом на ту сторону упадет. Ждем очередного дождя. Сейчас будет ливень, дождь. Сентябрь месяц на носу. Значит, все это размоет. И дом поплыл, он не выстоит. Это такая махина. Где же она? Такая махина выстоит. Есть опасения, хотя уверили нас, что дом стоит на сваях, и ему ничего не будет. Управляющая компания приглашает 6 человек, чтобы каждое утро ходили, осматривали, убеждали, что все в порядке. Но пока нас убедили, что ничего не будет. Но все боятся, что когда пойдут дожди, что подмывать будет и дальше. Что мы скоро и сваи увидим под домом, которые. Сейчас на месте ЧП порваны красные ленты, свободный въезд и один экскаватор. И хотя стоянка платная, сторожа тоже нет. Словно все и забыли, что здесь случилось. К слову, машины тут парковали не только жильцы дома номер 50А, но и их соседи. Вот и муж Марины всегда оставлял авто здесь и уехал по делам буквально за час до обрушения. Он всегда уезжает в 13.30 на работу, а тут решил уехать в 12. Ну и вот я вам говорю, представляешь, как это, как судьба какая-то. Хорошо, спасибо делам. Но так повезло далеко не всем. И смотря на рабочий день, многие машины так и остались на стоянке. Вот так сейчас выглядит место, где на прошлой неделе обрушилась подпорная стена. Из-под навалов достали уже все пять автомобилей. И вот, например, во что превратилась новенькая Киа Рио. Теперь это грудометалла. Конечно, такой автомобиль не подлежит восстановлению, но у владельцев возникает резонный вопрос, кто возместит ущерб. Об аварийной стене знали, кажется, все, причем очень давно. Жители жаловались еще прошлой весной. Администрация проверяла ее совсем недавно, этим летом. Даже повесили объявление машины не парковать до конца работ по реконструкции стены. А еще мэрия уведомила владельца стоянки скандального предпринимателя Евгения Генералова. Но по нашей информации, буквально за 10 дней до происшествия землю он переписал на другого человека. Кто же это и каков ущерб сейчас выясняет Краевая прокуратура. Другой вопрос, кто дал разрешение строить дом так близко к обрыву. В администрации говорят, судя по проекту, у них не было основания отказать строительстве многоэтажки. Но разрешение возвести подпорную стену они не подписывали. Это было общее решение застройщика и собственника земли. Оттого еще больше непонятно, кто же выплатит компенсацию. Вице-мэр Владислав Логинов заявил, мэрия поможет жителям получить деньги за ущерб. Но для этого им нужно самим обратиться в администрацию Советского района. А ответчика установят уже позже. Мы предлагаем заявиться через администрацию района, соответствующие задачи будут поставлены, принести туда свои документы, заявки. Мы поможем оформить все документы в суд Советского района для того, чтобы истребовать возмещение своего ущерба. Очень невнимательно относятся к таким объектам застройщики. Подпорная стена серьезное инженерное сооружение, поэтому проект на нее готовить нужно полноценный, делать из качественных, современных материалов. Они, к сожалению, не обращают внимания. Но многие, в том числе жители дома, уверены, что именно администрация не доглядела и позволила аварийной стене простоять больше года. По словам депутата Заксобрания Александра Глескова, проблема с подпорными стенами у нас в городе тянется от мэра к мэру. И решить ее может только общественный резонанс и правильное распределение бюджета. Изначально договаривались еще с мэром Булатовым, что эту проблему будем решать совместно за счет городского бюджета. Но куда-то все эти обещания, они, видимо, подзабыли с чиновниками. Но я-то хорошо все помню. Если люди успокоились, опустили руки, то власть считает, что проблемы нет. Поэтому считаю, что надо активно здесь людям отстаивать свои права. Сейчас со стоянки уже вывозят машины, а целую часть стены укрепили бетонными блоками. Когда начнется ремонт, пока неизвестно, как и непонятно, когда появится ответственность за происшествие. Если его не установят, то за все придется отвечать администрации города. А пока жители дома боятся лишь одного – следующего дождя. Елена Армас, Сергей Токарев, Новости ТВК.